Санкт-Петербург Спасибо 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 Санкт-Петербург Также Передать В адресу комитета Небольшой Презент Для будущей библиотеки Вашего Общего Объединения Спасибо Если вы Позволите Я сюда выйду Для этого На экране Я хочу немножко зайти на эту тему, сегодняшнюю материалы для технических имени Ульяма Кулина-Джаджа, Кулина-Ивана-Бараба в хранительной Талифорнии со стороны международной деятельности нашего музея. Наш музея-институт, у которого стояла Людмила Степана Минусова, племянница Лена Ванны-Рей, изначально отделился на международных людей. Хотя мы не становимся стать каким-то центром, или, грубо скажу, может быть, пунктом духовного движения, который бы на себя замутал все это, но, так или иначе, эта работа неизбежна, и она связана с желанием сохранить наследие. Это основная функция любого подобного учреждения и культуры. Должен вам сказать, что в настоящее время она видела запасная тенденция превращения музея в центр проведения насудок при сокращении даже отказа от научных исследований. Вот мы с вами находимся в прекрасном комплексе, где это ярко видно. Здесь фактически центр досуга различных, если вы пройдете по коридору, увидите эти надписи, которые вас отвлекают от внутренней работы, направляют в какой-то внешней, в какой-то аттракционной деятельности. Аттракция, в данном случае, нормальное понятие для музея – это притяжение. Но, когда мы входим в контекст наших государственных заданий, даже в политику, мы понимаем, что все меньше содержания, все больше какой-то развитого. И вот в Российском Музее Минсклаведии вызвал консилипирование утверждение о том, что не умаляя возвращение культурно-образовательной деятельности, важно сохранить сущность неправимых музеевной работы, научные изучения источников и представление результатов общества. Я хотел бы также привлечь ваше внимание к этому вопросу, потому что с деятельности от собственного общества и любого духовного общества, на мой взгляд, должна быть сосредоточена в ответственность на этом. Следующий вопрос. В качестве свидетельства для этого я продемонстрирую несколько примеров, почему Музей является центром междунаучного сотрудничества. Вот наше здание на Васильевском острове. Кстати, по поводу я еще также хотел бы Вас пригласить, посетить наш музей, может ли Вы как-то организуетесь, и вне конгресса или сразу после него, Вы только учитываете, что в понедельник только у нас выходной, Вы можете посетить наш музей совершенно бесплатно, но только организованно. И мы приведем для Вас по трех монтажам нашего учреждения. Пожалуйста, можно как-то соорганизоваться, вот это такая инициатива, можно записаться и носить. Следующий вопрос. Пример, что дает международное деятельность? Актритуционные открытия и новые выступления. Иногда к нам обращаются специалисты с какими-то предложениями, связанными с изучением. Иногда нам удается что-то приобретать. Иногда совершенно не удается. Недавно нам не удалось приобрести уникальный годный рисунок Святослава Рейнка. Просто наше сообщество, художники, не поддержало такой людей. А в данном случае тоже ушедший от нас артефакт, картина Рейка «Запог и сократа» 29-го года. Но мы помогли приментировать это произведение. Следующий вопрос. В этом случае нам повезло. Коллеги из комитета культуры нас поддержали, которые привели произведение Святослава Рейка «Благословение». Но поступило это произведение опять в результате деятельности на Международной Корее. Следующий кадр. Не буду подробно останавливаться. Вот эта работа сейчас у нас в музее выставлена. Это «Царина смерти» Святослава Рейка. Так он полагается в этаже сверху работ. И я не случайно ее сегодня показываю. Хотел бы как бы затронуть, как вы понимаете, американскую часть деятельности теософского общества. А потом помню еще и еще. Следующая произведение. Следующий кадр. Как менялась подпись Николая Рейка? Вас нужно оценить, как важно контактировать с самыми разными центрами, с самыми разными источниками наследия. Естественно, все это не сходится в Петербурге, и уже более не сходится в России. И только вот такое дело. Это даже подпись нашего главного героя видно, как важна международная деятельность, и почему деятельность Николая Рейка носит в всемирный характер. Следующий кадр. Музей речки исследуют. Конечно, Эдер-Арбез и другие подобные мероприятия, о которых так прекрасно было рассказано в вводном историческом обзоре, свидетельствуют, что наши учреждения, наши объединения должны обязательно заниматься и выставками, и издательскими проектами, и международными научно-фактическими конференциями. Здесь список тех конференций, которые в нашем учреждении проводят. Следующий. Субтитры создавал DimaTorzok Это не знаю. Остановлюсь на этом тоже несколько подробнее. Они тоже бывают международными, и это очень важно. Данная сфера деятельности аккумулирует творческие организационные ресурсы и партнеров из Китая, ЛАК, истории, истории США, Франции и другим странам. Должен отметить следующий второй год. Проект «Религиевский век», состоящийся 7 лет назад в Петербургском Манеже, помог выявить среди очень огромного комплекса «Религиевского наследия» и также и тему «Религи и театрское общество». И во многом это состоялось благодаря исследовательному фонду «Религиевский в Петербурге» и то, что здесь сейчас тоже работает выставка по многому наполненным материалом этого фонда и лично президент этого фонда Андрей Петрович Соколева – это естественно. Мы очень благодарны этому фонду и нашим коллегам, которые дополнили материал. Видите, здесь 15 стран. Следующий. Это научная деятельность, что называется «На практике в Пое». И она проходит в Центральной Азии, но также большую роль играют и исследовательские, библиографические, археологические, поездки по странам всего мира – США, Казахстан, Испания, Ладия и другие страны. Вот здесь вот пример результатов Центральной Азии нашей экспедиции. Исследование посвящённое Чемчевскому культурному феномену. Следующий. Мы следуем в данном случае по маршруту Центральной Азии, в связи с Николая Амелька. И слева вы видите основной, можно так сказать, экзотерический вариант маршрута этой экспедиции. был ещё и экзотерический. Рэдик, например, посещали Атасу, но при публикации они убрали. А часть этого же маршрута, здесь обозначена штыковка и те пункты, которые мы изучаем во время наших археологических публикций. Следующий. Я как бы просто пытаюсь подвести собственное космонтие его доклада. И вот эти конференции проходят на Западе и на Востоке. Мостик между наследием Николая Века и Игоря Земля. Вселенная Азия, как мы уже увидели в сегодняшнем историческом обзоре, был весь наполнен владеями духовности, идеей и диасофии, настоящей любви к мудрости. И наследие поэтов Вселенного Века всё настойно на этом удивительном континууме. Нам показывают, насколько важны также инвестиционная деятельность. Я надеюсь, что здесь у нас в Западе круги, когда будут заработаны, на стоянной аудитории, посвящённой диасофии. Не какие-то закрытые школы, а в общем, публичные, открытые и абсолютно доступные. Вот что на что обратило внимание, конечно, и запрещено. Наш музей-институт претиспомнил по площадке для такой абсолютно доступной юнии. Следующий кадр... Музей Николая Века и Игорь, и я выступаю на американскую землю, что другая часть, мы продолжим рассказать о том, что мы нашли, когда пытались как-то прикоснуться к наследию и к следам Ульяна и Горина Джарджа. Конечно, мы делаем в Нью-Йорке, я селил. Теософов – это родной дом, это все знают, прекрасно понимают. Столько документов в театрской истории, театрского движения, наверное, мало где в Нью-Йорке можно увидеть, но для нас это также источник поступлений в наших домах. И все, что мы привозим из Нью-Йоркского музея, это становится состоянием всех абсолютно граждан России и других стран. Следующий кадр... Это примеры того, что к нам поступают в Нью-Йорке. Не буду комментировать, все, наверное, знают, что это за изображение, связанное с научной деятельностью Юрия Николая Джарей. Следующий кадр... Это связано с экспедициями изучения американских индейцев и общения в районе процессоров с Юрием. Следующий кадр... Здесь мы как бы показываем то, что должно быть, идти в постоянную экспозицию в нашем учреждении. И обязательно тема Рерихи в США. И в данном случае недавно, на круге буквально этого лета, Святослав Рерихи в Рейнш. Следующий кадр... Продолжаю эту тему для перетиска. Мы знаем, что Рерихи общались и стремились сближаться с людьми созвучных. И у Юрия Николаевича Молотова, и у Святослава Николаевича Молотова все дамы сердца были из-за отцовских святых. Следующий кадр... Здесь мы демонстрируем культурное научное учреждение Санкт-Петербурга. Пожалуйста. Которое мы тоже посетили этим летом. Следующий кадр... И когда мы приходим к учреждению, мы сразу обращаем внимание не только, например, на искусственные документы, но и жилые свидетели Рейнш в Рейнш в Рейнш в США. В данном случае директор Теософский институт Сан-Франциск. Пожалуйста. Следующий кадр... Под тема Рейнш в Санкт-Петербурге дает ему совершенно удивительный набор произведений Санкт-Петербурга. Еще несколько примеров. И мы перейдем... Да, вот этот тоже документ очень интересный. И перейдем, собственно, к клубу Джаджи. Вот, когда мы дошли до необходимости сформировать экспозицию Рейнш в Рейнш в США, мы столкнулись с ситуацией, что в США, кроме изучения памятников археологии, монографии, кроме того, что они общаются с медовидными учеными, они очень тесно общаются именно с Теософским движением. И мы столкнулись с абсолютной необходимостью посетить храм Теософского в Санкт-Петербурге в Калифорнии. И когда мы посетили этот замечательный центр, мы очень много узнали нового не только о Теософии, не только об ее истории, истории Теософского движения, но и о Рейнш в Санкт-Петербурге. Вот так интересно Теософия помогает и поддерживает сохранение этого удивительного насления. Кстати, должен отметить попутно буквально, что сегодняшний наш с вами баннер не вполне точен. Уже, видите, я тут несколько скорректирую, потому что мы можем с полным правом также отмечать юбилей не только Международного Теософского общества с холка Татьяна, но и Международного Теософского общества с холка Пасадена. Именно это общество было, ну, фактически основано, сохранено в том виде, какого оно существует, и я увидел важный жад. Я сейчас не буду рассказывать, какие забытия этому путешествовали, но кратко скажу, что Теософское общество в 1893 году разделилось. Произошел разрыв. Ольга Петерзантов не поверили жаджу, что письмо получили ему от мотатного подвига. И вот сейчас мы, ни в коем случае, особенно Российское Теософское общество, не должно как-то федерировать по этому, или разделяться по этому признаку, мы просто это, чтобы помнить. Таким образом, в июне 1895 года американская секция Теософского общества объявила свою полную и абсолютную автономию. И, в общем, развитие Теософского общества Соединенных Штатов в Америке совершенно отдельная история, которая сегодня в этом библиотеке не прозвучала. Но именно это направление, связанное с этим замечательным человеком, который, к сожалению, недолго после этого разрыва прожил, сохранило многое, значимо многое интересное. Когда вы приедете в Калифорнию, вы пойдете в другую университетскую библиотеку, вы найдете сзади именно этого американского автономного международного Теософского общества. И если мы зайдем в библиотеку имени Джаджа, вот сегодня мы увидим, например, вот эту фотографию, для электронной молодости вышитую с таким собой любовью к пранче Аллахи, которая была сегодня уже упомянута. Следующий как? Когда я пришел в библиотеку, это не настоящее здание, я, конечно, был потрясен. Несмотря на какую тесноту, все было очень аккуратно, очень торжественно. Вот так вот мы пытались, вы видите, какой коностас встречает каждого, который однется на второй этаж. Следующий как? Основание храма человечества напрямую связано с историей Теософского общества. Можно так сказать, что это учреждение сохраняет самые лучшие традиции Теософии. Вы видите, все первые конференции в поле библиотеки представлены так же, как и проект самого совершенно уникального здания. Следующий как? Вот так выглядит читаемый зал в библиотеке. И, собственно, фондохранящий, которое переходит одно по двое. Следующий как? В этом читаемом зале есть несколько рукавов, где можно заниматься и не только книги изучать, но и ведет пиаловую записи. Следующий как? И так же следующий как? Так мы узнали какие-то совершенно замечательные примеры. Ну, например, издание Мэндулькова, в котором помещена вот эта замечательная фотография. Днига называется «Свейнс, республированный обзор культизма и философии», признанного Сайджу с 31-32-го года. Это исключительно сочинение, изданное в рамках деятельности американцев для соцслужащих. Следующий как? Автор Мэндуль Павлёк Холт. Очень интересная личность. Этот инцидент, который нам удалось увидеть, с его автографа. Следующий как? Разворот в этом издании. Есть комментарии, все их понимают. Следующий так? Следующий так? Следующий так? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...